Президент России Владимир Путин сегодня обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Белгороде за трансляцией следили общественники, представители органов власти и депутатского корпуса. О главных тезисах выступления в нашем сюжете. Впервые ежегодное послание оглашается в начале года. Владимир Путин отметил, в обществе большой запрос на перемены. Тема выступления традиционно заранее не разглашалась. Однако с первых минут президент обозначил приоритеты социальные вопросы и начал с демографии. В стране ожидается сложный период со снижением рождаемости. При этом по статистике именно семьи с детьми составляют большую часть в доле малообеспеченных. Для этой части населения с января этого года предусмотрены ежемесячные выплаты. Ну вот я о чем подумал и думаю, и вы тоже это понимаете. Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. И значит семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более, хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям и по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Однако этих мер, по мнению руководства страны, недостаточно. С этого года право на получение маткапитала в размере 466 тысяч рублей семьи получат уже при рождении первенца. Выплата за второго ребенка увеличится на 150 тысяч. На средства из трех бюджетов до 2023 года по всей стране бесплатным горячим питанием обеспечат школьников начального звена, а классных руководителей ожидают надбавки. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям. В размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. В этом году продолжится модернизация первичного медицинского звена. В ближайшее время должен заработать единый реестр получения препаратов, ужесточиться контроль над производством и реализацией лекарств. Развитие ожидает сферы искусства и науки, а также создание доступного интернета с бесплатным доступом к приложениям отечественного производства. Также Владимир Путин предложил вынести на обсуждение и народное голосование ряд конституционных поправок. Главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. В Белгороде ОНФ был организован просмотр трансляции с последующим обсуждением тезисов. Беседа показала, Белгородская область во многом на шаг впереди. Действительно, те вопросы, в первую очередь, не могу не порадоваться, вопросы заработной платы педагога, престижа педагога и классного руководителя. Уважаемые коллеги, вот буквально с сентября мы новую методику разработали, в которой методику оплаты труда, где начисленная заработная плата классному руководителю составляет 6904 рубля. То есть мы в вот такое послание президента уже сейчас укладываемся, и с сентября наши классные руководители такую надбавку гарантированную получают. Внимание собравшихся привлекло и предложение Владимира Путина с 2021 года ввести расширенную ответственность производителя, объяснив это емко – загрязнитель платит. Что это значит, простыми словами? Это то, чтобы производители, чтобы не только потребитель, скажем так, товаров, платил своим рублем за утилизацию, скажем так, потребленной упаковки, но и чтобы производители такой упаковки участвовали своим рублем, как это создано в других уже странах, чтобы участвовал в утилизации, в вовлечении во вторичный оборот материальных ресурсов и тем самым снижая захоронение, скажем так, на полигонах и снижая воздействие на экологию. Первые выводы после послания президента Федеральному собранию РФ сделали не только в регионе. Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Елена Погорелова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.